Водоемы Бурятии проверяют на безопасность для купания. Уже взято 180 проб воды. Для горожан результат неутешителен. Река Уда не соответствует санитарным требованиям. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. И вот на чем еще остановится Восточный экспресс. Когда же начнут ремонт самых разбитых магистралей города и почему не выполняется гарантийный ремонт дорог, выяснял Сергей Соголов. Автобусы сразу трех маршрутов не вышли на работу в Улан-Удэ. Кто и зачем это устроил в материале Артемия Ушакова. Черновики и стихи Пушкина в миниатюре. Где прочитать Евгения Онегина в необычном формате, расскажет Евгения Геранина. Крупная дорожная авария в Тарбогатайском районе. Пострадали 6 человек. Почти все находятся в реанимации. Среди них ребенок. Таковы последствия столкновения двух автобусов. ДТП произошло на 503-м километре федеральной трассы Байкала. Около 8 часов вечера 6 июня в лобовом ДТП столкнулись два микроавтобуса. В них находилось 17 человек. Хюндай Каунти шел по маршруту с пассажирами. Водитель из Тана ехал с гостями со свадьбы. И, по всей видимости, очень спешил. Не убедился в безопасности маневра обгон и совершил столкновение с автобусом в Хюндай Каунти, который следовал по маршруту Улан-Де-Бичура. В результате ДТП пострадали двое пассажиров рейсового автобуса и четверо родственников виновника ДТП. Среди них и 12-летняя девочка. Пять взрослых доставлены в республиканскую клиническую больницу имени Симашко. Из них одна пострадавшая амбулаторная, четверо пострадавших госпитализированы в отделении реанимации. Ребенок госпитализирован в больнице в медицинской помощи, а также в отделении реанимации. На данный момент состояние всех больных остается стабильно тяжелым. Угрозы для жизни нет. До крупных дорожных аварий недалеко и в Улан-Удэе причиной может стать качество ремонта дорог. В этом году обещают потратить сотни миллионов рублей. Пока же дорожники только латают ямы. Когда же начнут ремонтировать проблемные магистрали и почему не устраняются гарантийные нарушения? Далее «Эх, дороги» с Сергеем Соголовым. Дорогу на Солнечный начали ремонтировать еще в 2014 году. Тогда из-за недочетов работы не приняли. Их вроде устранили и в 2015 году подрядчику «Икат-плюс» выплатили 37 миллионов рублей. Но почти сразу поползли неполадки. Тротуар стал проваливаться, а на дороге образовались ямы. В соответствии с дорожными требованиями, неровности на покрытие, иначе говоря, ямы не должны превышать 5 сантиметров в глубину, 15 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в длину. В данном случае мы видим грубейшее нарушение. Гарантия на дорогу 5 лет. За не устранение неполадок штраф подрядчику до сотни тысяч рублей. В данном случае городу придется устранять их за свой счет. «Подсолнечный» выполнял у нас «Икат-плюс». На сегодняшний день он банкрот. Не может выполнять свои гарантийные обязательства. Но я думаю, мы в этом году изыщем средства, восстановим. Вот такой шум разве можно выдержать нам, жильцам, вот этих домов? Это же невозможно. А это улица Павлова. Со слов местных жителей, ливневку сделали в прошлом декабре. Отсюда и неполадки. Все движение сверху идет. У нас круглые сутки стоит стук. И дом у нас вообще весь трясется ходуном кожу. Проезжаешь по ямам. Еле-еле потихоньку стараешься. Выезжаем на встречную полосу. Здесь еще один так называемый гарантийный случай. В прошлом году на этом участке работа вела компания «МВ Групп». Претензии ему предъявлены. Письмо по гарантии. То есть они обязуются выполнить работу до 15 июня по документам. Несмотря на недоделки на одной дороге, эта же компания «МВ Групп» займется реконструкцией участка от улицы Пищевой до Баграда-3. Сейчас перекресток на спиртзаводской тракт не иначе как местом боевых действий не назовешь. Она вообще вся разбитая. После войны тут яма на яме. Ее надо всю снимать, новую ложить. Мы ходовку постоянно делаем. Это очень дорого. В этом году на реконструкцию этого участка в 10 километров выделят почти 21 миллион рублей. В следующем дорожники обновят магистраль до Заиграевской границы. На ремонт дорог в Лануде и пригородных районах в этом году выделены рекордный миллиард 250 миллионов рублей. Треть суммы достанется городу. На них отремонтируют 45 километров дорог. Главный вопрос – как? Лишь бы не пришлось переделывать за свой счет. Сергей Соголов, Батр Халматов, телекомпания «Орегус». Они отвечают за безопасность на дорогах и требуют соблюдать правила дорожного движения. Но сами не всегда являются примером. Госавтоинспекция. Многочисленные нарушения инспектора фиксируют водители, в том числе и пассажирских автобусов. Между тем, сотрудники ГИБДД начали массово изымать у них видеорегистраторы. Совпадение или плановая проверка? В рубрике «Автохам» ответ искал Артемий Ушаков. Утром 6 мая на 30 маршрут не вышли автобусы. Выезд сконечный им прекратил экипаж ГИБДД. Сотрудники ГИБДД остановили и попросили показать видеорегистратор в салоне. И без снини ситуации начали усматривать. Квэш-карту вот эту. Инспекторы забрали у всех водителей права и карты памяти из видеорегистраторов. И несмотря на возмущение пассажиров, продолжили одну им понятную проверку. На место приехало руководство маршрута. Но внятных объяснений не получили и они. Они высаживали пассажиров. Стояли все машины. То есть, когда я подъехал, вокруг стояло уже 15 человек водителей. Получается, и 15 автомобилей, соответственно. Что сорвало вывоз. С самого утра уже люди не могли уехать ни на работу. Аналогичная история повторилась на конечной 29-го и 3-го маршрутов. В ГИБДД на претензию маршрутчиков отвечать не захотели. Но наш источник в полиции сообщил, таким не вполне законным образом пытались расследовать карманные кражи. А ведь оборудование салона автобуса регистратором – это не более чем рекомендация. Исполнять ее договорились перевозчики и город для безопасности пассажиров. Так что же искала полиция на записях? Не свои ли нарушения? Вот экипаж ГИБДД с бортовым номером 90. Игнорировал знак 616. Стоп-линия на перекрестке Тобольской проспект строителей. Сигнал светофора, запрещающий. Проблесковые мучки отключены. Значит, оправдания нарушению нет. Этот экипаж также без проблескового маячка нарушает правила проезда перекрестков на кольцевой. Подрезает помеху справа и на выезде вместо крайне правого ряда уходит в левый. А это нарушение проезда перекрестка Банзарова-Смолина. Автомобиль ДПС с правой полосы совершает левый поворот. Такую маневру правила оправдывают только при соблюдении двух условий. Включенный проблесковый маячок и обеспечение безопасности других участников дорожного движения. Маячок не горит. Подрезана белая камри. На основании предоставленных видеоматериалов в госавтоинспекции будет назначена служебная проверка в отношении нарушителей. Хотелось бы обратиться к авторам данных видеороликов, прийти в управление госавтоинспекцией для выяснения обстоятельств правонарушения сотрудниками полиции. Это те самые нарушения, за которые нещадно штрафуют простых водителей. Их штрафов в ближайшее время станет гораздо больше. В ГИБДД пообещали взяться за водителей, не соблюдающих правила стоянки. За нарушение правил остановки стоянки в нашем городе можно штрафовать 9 из 10 водителей. Возьмем, для примера, улицу Смолина. Эвакуировать отсюда можно, в принципе, любой автомобиль. Машины паркуют здесь в основном елочкой. И расстояние между последним припаркованным автомобилем и пешеходным переходом менее 5 метров. А еще внимание на знаки, а если точнее, на их отсутствие. Способ постановки автомобиля на стоянку должен указываться на знаках дополнительной информации с 861 по 869. Но в Улан-Удэ таких знаков почти нет. А значит, остановка и стоянка возможны одним единственным способом. В один ряд параллельно проезжей части. В два ряда можно ставить только мотоциклы без бокового прицепа. Штраф за неправильную стоянку от 500 до 5000 рублей. Если соблюдать правила дорожного движения, то всегда можно сэкономить деньги на штрафах и потратить их на подарки для своих близких. Найдете на дороге автохама, снимите его на видеорегистратор и отправляйте к нам в редакцию. Вместе мы сделаем город безопасней. Артемий Ушаков, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Крупный лесной пожар потушен в Муйском районе. Там ликвидирован очаг в 500 гектаров. Сейчас в Бурятии действует один пожар в том же районе. На территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Вход в лес строго запрещен. Нарушителей ждет штраф до 5000 рублей. Между тем, тушить лесные пожары станут эффективнее. Для лесников Бурятии закупили 15 патрульных комплексов. Специализированные автомобили со всем необходимым оборудованием сегодня передали лесхозам 11 районов. Пятиместный УАЗ плюс емкость для воды, бензопила, огнетушители и инструменты. На приобретение таких патрульных комплексов высокой проходимости республика выделила 13 миллионов рублей. Еще два автомобиля в подарок района купили Хоринские лесозагодавители. Мы предприниматели не остались в стране. Решили, встретились, договорились со всеми. Решили предоставить лесхозу автомобилей в помощь. На сегодня у нас пройдено более 15 тысяч гектаров пожарами. В прошлом году на эту дату было больше 90 тысяч гектаров. Понятно, что итоги надо подводить будет в конце года. Надеемся, что все-таки такую динамику положительную мы сохраним. На борьбу с огнем с начала года Бурятия получила порядка 160 миллионов от Москвы. Еще 50 собственные средства. Большую часть направляют на мониторинг. Сегодня работает 12 воздушных судов. В отдаленных районах заранее готовят оперативные группы для тушения огня. Всего в лесхозах сегодня трудится более 1300 человек. Не обязательно, что мы должны держать эту громадную группировку. У нас есть здесь на месте базируется федеральный резерв. 90 человек, которые мы тоже можем в случае привлечь для тушения. Кратность авиапатрулирования увеличилась в 2,5 раза. То есть я могу в день 2 раза слетать, а не 1 раз. Потом мы применили малую авиацию, а не небольшую. Она дорогостоящая, допустим, большая стоит 80 рублей в час, а малая стоит 15 или 25. Около 80% пожаров сегодня успевают потушить в первые сутки. Однако для полного охвата республики необходимо еще 50 лесопатрульных комплексов. И смотрите далее в программе «Восточный экспресс». Дыма пока нет, а последствия уже есть. Почему жители поселка Загорск продолжают жаловаться на работу котельной, разбиралась Светлана Семеренко. Господа чиновники, вам там удобно в своем доме у телевизора? А вот инвалид первой группы не сегодня-завтра останется на улице. Непростую историю выслушал дежурный по городу. Дерзкое ограбление в Кабанском районе. Мужчина попытался присвоить деньги в местном отделении Сбербанка. На дело злоумышленник пошел с весьма странным инвентарем. В качестве весомого аргумента выбрал пластиковую трубу. Завернул ее в пакет и без церемонии направил на сотрудницу банка. Та хоть и испугалась, но виду не подала, деньги, к слову, тоже. Незаметно нажал на тревожную кнопку. Раздосадованный грабитель попросил воды, а потом и вовсе поприветствовал знакомого. Задержали мужчину уже на выходе из банка. При наружном досмотре у задержанного, находящегося в алкогольном состоянии, обнаружен пакет, в котором находился фрагмент пластиковой трубы. Полицейский злоумышленник пояснил, что на похищенные деньги планировал приобрести алкогольные напитки. Злоумышленнику 29 лет. Это житель поселка Каменск, работал вахтовым методом и на ограбление на веселе решился во время отпуска. Ранее он уже привлекался за грабеж, но условно. Сейчас за разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Дело труба в виде обращения к президенту России готовят жители микрорайона Загорск. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным они намерены пожаловаться на работу котельной поселка, а заодно и на бездействие местной власти. Что заставило горожан искать помощи в Кремле? Светлана Семиренко выслушала все претензии. Словно вулкан, котельная Загорска ежегодно извергает тонны сажи на поселок. Черный дым не валит из трубы только при отключении горячей воды, как на этой неделе. Жители погрязли в копоти и обещаниях чиновников. Последний раз отдали 600 подписей. 600 подписей отдали Наговицыну. И депутат в этом участвовал, и мы участвовали в этом. Результаты нулевые. Мы понимаем, что вынести сейчас трубу, это нужны опять же большие деньги. Почему деньги находятся на всякие, вот знаете, безделушки, на всякие наши праздники? В Загорске проживает 50 тысяч человек. Котельная стоит прямо в центре поселка. Рядом три школы, детские сады, дома и сквер. По словам жителей, они не могут и вздоха сделать без вреда здоровью. У нас за последние пять лет только рак легких вырос на 50%. Это чисто то, что связано с дыханием. Онкологические заболевания, выросли риниты, выросли бронхиальная. В ТГК-14 парируют. Котельная не отравляет воздух, дышать им безопасно. Это подтверждают и местные службы, и лаборатории из Новосибирска. Была проведена плановая проверка департаментом Роспреднадзора Сибирско-федерального округа. В результате проверки превышений не было обнаружено. От черного дыма должна избавить модернизация котельной. Проект разработан, сейчас все документы на экспертизе. Переоборудование обойдется в 25 миллионов рублей. Будет установлено три циклона. Эти циклоны должны улучшить качество выбросов на 3-8%. Понятно, что это такие обтекаемые цифры, которые даже математически невозможно проверить. Это раз, а во-вторых, точно такие же ответы они давали два года назад, когда порядка пяти с лишним миллионов город выделял на модернизацию вот именно этой котельной. Деньги на новую реконструкцию снова под знаком вопроса. А ведь точку мог бы поставить город, в чей собственности котельная Загорска. Но чиновники лишь разводят руками. Тратиться не собираются и в ТГК-14. С самой модернизацией на котельной в этом году не будет. После включения программы она будет выполнена. Сейчас мы будем стараться включать во все возможные федеральные программы. То есть первым этапом нам нужно получить заключение экспертизы. Модернизации в этом году ждать не приходится. Не будет модернизации в этом году? Скорее всего не будет. Не будет? Не изыщут деньги? Скорее всего нет. Впрочем, жители Загорска вряд ли устроят такой ответ. Они больше не хотят приносить себя в жертву безжалостному вулкану. Дальше уже терпеть это невозможно. Если не будет ничего сделано, мы будем обращаться выше. Светлана Семиренко, Виктор Агафонов, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». Сирота по статусу, по факту бомж. В Улан-Удэ инвалид-колясочник вынужден скитаться по съемным квартирам. Сейчас он живет в доме абсолютно непригодном для себя, но это еще полбеды. Не сегодня, а завтра он может лишиться и этого жилья. Почему, знает дежурный по городу. Улан-Удэ инвалид-колясочник оказался в сложной жизненной ситуации. Для инвалид-колясочника оказалось куда страшнее. Ограничения не в здоровье, в правах. Сегодня Николай проживает вот в этом доме, без элементарных удобств, с печным отоплением. Но говорит, что и этого было бы достаточно, если бы не одно «но». Просто ситуация, ах, мне сказали до субботы освободить это жилье. И опять вот, куда мне деваться? Я просто не знаю, куда мне деваться. Дом съемный. Хотя Николаю положено было по закону свое жилье. Он круглый сирота. Крыш над головой стал детский дом, а после школы интернат и армейские казармы. На тот момент нам, сиротам моего возраста, сказали, что возрастной ценз какой-то существует. Вы попробуйте как-то сами этот вопрос решить. Но как его сам решить? Я как его сам решу, если я в таком положении оказался? С позвоночником проблема у меня с детства. Можно сказать, и в армию я пошел из-за того, что у меня жилья своего не было. Там хотя бы в армии хоть какое-то обеспечение. Но службу пришлось бросить и за здоровье. А в прошлом году Николай оформил инвалидность первой группы. Это справка и паспорт практически все его документы. Графа «место жительства» в паспорте Николая пустая. А это значит, что элементарно получать пенсию на дому он не может. А потому, несмотря на свое состояние, ездит за ней сам. Не говоря уже о том, что сюда не приходят ни социальные, ни медицинские работники. Я даже на берегу Рижки жил в палатке. У меня спальник, палатка есть. Ведь для счастья человеку многое и не надо. Мне, например, иметь бы хотя бы свой, именно свой угол. А вот куда делась квартира, положенная сироте от государства, мы обязательно выясним. И также узнаем, почему Николай остался со своей проблемой один на один. А если вы оказались в трудной ситуации и уже не можете найти пути выхода, звоните дежурному по городу. Найдем решение вместе. Мария Красикова, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Последствия точечной застройки. Многоквартирным домам грозит обрушение. Стали очевидны конструктивные изменения. Между тем, стройка на улице Жердева возобновлена, а городская власть хранит молчание. Почему чиновники не хотят слышать и, главное, видеть проблему? Далее по следам дежурного по городу. Не, 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 ты будешь, не понял. Ты будешь, я китай. Житель Поднебесной в городе добрых традиций делает недоброе дело. Он не понимает, но его можно понять. Ему не жить ни в этом городе, ни в этой стране. Строительство продолжается в том же духе. Они это все пытаются закрыть, все вот это пытаются спрятать дело. Чтобы мы как бы вот ничего потом доказать не смогли. Кому бы только ни обращались, они все за застройщика. Ни одного человека не было, чтобы сказали, да, мы решим вашу проблему, хотя бы проверку сделаем. Вообще нас игнорируют. Я говорю, за людей не считают. Они люди, а мы нет, видимо. Мы вот орем, ходим, нас никто не слышит. Говорят на китайском жителями и чиновники мэрии. Они будто не понимают горожан или делают вид, что не слышат. Но им-то в этом городе жить и, главное, отвечать за последствия. Откос от дома уже покосился. Там вот такой вот деревянный стеллаж поставили, по которому страшно ходить. У меня дома в ванне дверь не закрывается. Здесь святые с подоконника каждое утро съезжают в одну и ту же сторону. Они говорят, что у нас дом не ведет. У нас ведет дом уже, потому что песок осыпается. Где логика? Где здравый смысл? Ведь угроза очевидна, говорят пострадавшие от точечной застройки. О правде и справедливости речь уже не идет. Тут бы просто выжить. Все-таки должны же обратить внимание на это и власти, или кто-то. Почему мы, мирные жители, должны вот это все страдать. Живем в одном городе, живем в одной стране. Но по разным законам и понятиям. И по разные стороны баррикад дожили. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Черновики и стихи Пушкина в миниатюре. Где прочитать Евгения Онегина в необычном формате, расскажет Евгения Геранина. Планы на лето, в день цветения ромашки. Чем интересным себя займут горожане, спросила Байерма Роднаева. Юные программисты из Бурятии стали лучшими в России. Школьники и студенты завоевали призовые места в квалификации системное администрирование. Об итогах национального чемпионата WorldSkills далее. Соревнования прошли по 109 компетенциям. В финале за призовые места боролись почти 1000 студентов и 300 школьников со всей страны. Бурятия в чемпионате представляли студенты Бурятского института инфокоммуникации и педагогического колледжа. А также ученики школ номер 32 и 19. Мы настраивали, вот Влад настраивал Windows сервер, клиентскую часть, я настраивал сетевую часть, сетевое ворудование отсыска. Задания были довольно легкие. Должна была получиться сеть для небольшой компании. Мы сотрудничаем с различными колледжами, центрами, для того, чтобы достигать таких результатов по работе с одаренными детьми. Благодарность за достойное участие в чемпионате призеры получили от правительства республики. Они смогут поучаствовать и войти в форуме. Он состоится в ЛАНОДе в сентябре. Соборудоваться крупнейшие эти компании в России. Вы приглашены как участники. Только, ребята, вас могут заблазить куда угодно, и в Москву, и везде. Боже, ну, да учитесь работать лучше здесь. Национальный чемпионат WorldSkills – это международное движение, призванное повысить престиж рабочих специальностей и профессиональных стандартов. Республика Бурятия участвует в нем с 2014 года. Маленькие издания с большим смыслом. Пушкин в миниатюре. Уникальная выставка крошечных книг открылась в ЛАНОДе. Сборники стихов, проза, романы и детские сказки – все это легко помещается на ладони. Но легко ли их прочитать? Кто и зачем издавал мини-книги? И где их можно посмотреть? Евгения Геранина вооружилась лупой. Такая книга точно влезет в любую женскую сумочку. Самая большая здесь – размером с ладошку. Самая крошечная по смыслу и содержанию – человеческий рост. Потому что это Пушкин. Потому что они не только миниатюрные, но и редкие. За каждой из них в буквальном смысле гоняются коллекционеры. Такие мини-версии классиков массово выпускались с середины прошлого века. Они издавались именно для чтения, но приживались карманные книги тогда с трудом. Раньше их не так сильно признавали читатели. Они считали, что они маленького формата, неудобно читаются. Но наоборот, коллекционеры считают эти книги очень ценными. Красивый переплет. У них шрифт очень интересный. Роман в стихах Евгения Онегина. Он у нас представлен в различных миниатюрных изданиях. На наш взгляд, наиболее ценно – это фоксимильное издание 1837 года. Но их выпускали не только для того, чтобы приобщить читателя к книге. Нужно было показать печатные возможности каждого издательства. И пополнять фонды библиотек. Поэтому мини-версия тогда была обязательной. Сейчас их тоже выпускают. Но больше как подарочные и сувенирные. Поэтому сегодня малышек в разы меньше. Хотела бы вам еще показать очень интересную книжку, удивительную в своем издании. Это книга «Перевертыш». Это четырехтонник. Издана в 1986 году. И вот, пожалуйста, один том, в котором содержатся афоризмы на русском языке переводы. И в то же время на французском языке. Посмотреть 50 крошечных книг Пушкина и другие издания в миниатюре можно будет до конца июня. Выставка работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Кроме пятницы и воскресенья в Национальной библиотеке. Не забудьте лупу. Все книги можно подержать в руках и даже почитать. Евгения Ягеранина, Александр Немжелон, телекомпания «Аригус». И в завершение обратимся к календарю неофициальных праздников. Сегодня день цветения ромашки. В старину именно этот цветок оповещал о начале самого теплого сезона. Мы предложили горожанам погадать на ромашке и поделиться своими планами на лето. Аригус желает вам, чтобы это лето было самым ярким и счастливым. Вы чем планируете заниматься летом? Собираюсь заниматься ремонтом своей квартиры. И у меня есть дача выращивать огород. Я желаю, чтобы этим летом все отдохнули и забыли все проблемы. На Байкал собираюсь сидеть отдохнуть. Собираюсь сидеть на Саяны, в гору. Я желаю, чтобы лето прошло со всей семьей на ура. Мы поедем с группой в Пекин на две недели. Получается, мы там будем просто что-то новое узнавать. Я желаю горожанам отличного отдыха на Байкале, чтобы все близкие, родные были рядом. Кто нам, кажется, не успеет сделать за летом? Написать диплом. Найдите себя в жаеточье О. Что мы хотим-то, Лизочка? Ходите к водопеду. Ездить на дачу и купаться на речке. Были счастливы. Мы ездим постоянно с мужем на гусинку, на рыбалку. Я желаю всем хорошего лета. Пусть все ваши планы сбудутся и ваше лето будет только с хорошими новостями. С картиной дня вы также можете познакомиться на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин